Приветствую вас, давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, я хочу сказать, что понимаю вас, как мать, вы переживаете за своего сына, как мать, вы, конечно же, желаете ему самого лучшего и, в общем-то, вам больно наблюдать за тем, как ваш сын, ну, собственно, вот, мучается, страдает без своей жены. Я понимаю. С другой стороны, вы пишете, сын избивал свою жену. Избивал почему? За что? Из-за чего? Как так получилось, что ваш сын дошел до того, что избивает свою жену? Понимаете, какой момент здесь важный? То есть я хочу сказать, что дело даже не в том, что он избивал свою жену, а дело в том, как вы воспитали такого человека. Я вас сейчас не обвиняю на самом деле. Нет цели именно вас обвинять. Скорее есть желание понять, какие элементы вашего воспитания привели к тому, что сын избивал жену. То есть почему сын вырос в такой позиции, в таком восприятии, да? Ну, например, противополосного пола, что его можно избивать на женщину, на ту, кто слабее, можно поднять руку. Уж случайно не вы ли терпели унижение и побои от, значит, своего мужа, допустим. Или случайно не вы ли позволяли своему сыну делать всё, что он хочет. Или случайно не вы ли пытались заглушить какие-то эмоциональные переживания вашего сына, ну, например, знаками внимания, подарками, там, какими-то ещё вещами. Потому что то, что ваш сын избивал свою жену, говорит о том, что у него есть проблемы с эмоциональным интеллектом. То есть у вашего сына низкий эмоциональный интеллект. Именно поэтому он и избивал свою жену. Но у эмоционального интеллекта, у низкого эмоционального интеллекта, есть свои причины. И эти причины знаете вы. Именно вы причина его низкого эмоционального интеллекта. Вы не научили его бережливому, уважительному отношению к женщинам. Ведь вы сама женщина. Поэтому я полагаю, что начинать нужно с этого. И уже исходя из этого, вам для начала менять свою позицию, своё отношение к нему. Именно вам. И только потом, уже после после этого, после того, как вы свою позицию поменяете сами. Вот уже потом можно будет что-то говорить о собственном сыне. Потому что пока вы как будто бы, я не знаю, его ну как будто бы вы его поддерживаете, как будто бы вы его защищаете даже несмотря на то, что вы его мать, я понимаю. Ну вряд ли будут какие-то изменения. К сожалению. Именно у вашего сына. Потому что для изменений нужен мотив, нужен стимул. А стимула я вот пока у вашего сына не вижу. Особенно если вы, ещё раз повторю, не измените ничего в своём поведении. то есть если если вы сами ничего не измените в своём отношении к сынам, вот, то у него не будет, у него точно не будет никакой мотивации что-либо менять. Вот. То есть я вам вот исключительно только ради этих целей вот это всё сказал. Не для того, чтобы вас обвинять в чем-либо. Она забрала ребёнка и ушла к маме. Вот вы сами, Людмила, как считаете это? Правильно? Поведение? Правильная позиция? Правильный её выбор? Сейчас он мучается и раскаивается в содеянном. Хочет вернуть семью. Понимаете, дело в том, что это нормально, что он мучается и раскаивается в содеянном, потому что только так, только через сильные эмоции, через сильные переживания мужчина чувствует себя живым. То есть он не чувствует себя живым в другой момент. Понимаете? Он не чувствует себя живым в тех ситуациях, когда всё хорошо. Ну, у него со своей женой. он не чувствует себя в таких случаях живым на самом деле. Наоборот, он испытывает потребность в том, чтобы наоборот провоцировать эти ситуации для того, чтобы испытывать чувство вины. Именно к чувству вины, именно к самоуничтожению стремится ваш сын. Поэтому его раскаивание, его раскаяние в том, что он сделал, как и сказали коллеги, не имеют ничего общего с реальным положением вещей, к сожалению. Для реального положения вещей можно и нужно, чтобы человек именно делал что-то, определил причины, а не просто раскаивался содеянным, и хотел вернуть семью. Кстати, зачем он хочет вернуть семью, для чего она ему нужна. вот. Это тоже такой очень важный на самом деле момент во всей этой истории, потому что без его мотивации, без смысла, я полагаю, вообще не имеет никакого либо значения, что он там хочет, что он раскаивается, и так далее. Вот. Надеюсь, это понятно. Дальше. Дальше. Происходит болезня, торопит события, звонит, пишет смс, покоя ей не дает. Ну понятно, то есть это вот как, раньше он преследовал ее избивая, теперь он преследует ее раскаиваясь. То есть по факту ничего не изменилось. Мужчина как раньше значит думал о себе, избивая ее, так и сейчас он думает тоже о себе, только на этот раз стремятся к тому, чтобы добиться ее прощения. То есть по факту ничего не изменилось. Я надеюсь, что это хотя бы понимаете вы, я надеюсь, что это понимает и его жена, потому что только если она это поймет, если она не вернется к нему сейчас, это может стимулировать мужчину на то, чтобы реально, реально что-то изменить в себе. А без этого, без этого, к сожалению, ничего не будет. дальше. Значит, поможет ли его торопливость вернуть ее? Нет. Может, времени больше надо? Времени для чего? Кому? Кому? Непонятно, чтобы простить. Ну, понимаете, простить, то она может быть его уже и простила. То есть, простить в данном случае, это означает принять человека таким, какой, таким, как он есть. Это, в общем-то, я полагаю, сделать не так сложно, сложно другое. что, он ее избивал, причем, на глазах у ребенка. И, нет никаких гарантий, что он перестанет ее избивать, что он перестанет, это делать, потому что, проблема, которая, определила, такое поведение, вашего сына, осталось. Дело здесь не в прощении, дело здесь не во времени, дело здесь не в возвращении, дело здесь в понимании, вашим сыном, своей проблемы, и работы над ней. Понимаете? Вот, если вопрос будет поставлен так, то все будет в порядке. Тогда он поработает, он, значит, как-то, вот, изменится, как и написала вам, моя коллега, и вот, тогда уже можно будет, не возвращаясь к нему, как бы, заново, просто, встречаться. именно, заново, встречаться. То есть, ну, по факту, по факту, заново, выстраивать отношения. Вот, вот так. Я, полагаю. Это, в общем-то, более, более, правильное, выражение здесь. То есть, возвращать ничего нельзя, нечего возвращать, по факту. По факту, возвращать нечего, потому что, а, как бы, человек, да, вот, в той форме, в какой, это было, раньше, до этого, да, человек, в этой форме, он, привел, он, привел свою жену к тому, что она, подверглась насилию, как бы. Вот. Поэтому, я, если честно, не думаю, что, женщина, если она, ну, адекватная, да, если она, заботится о, своем, здоровье, да, и о, здоровье, своего ребенка, а я не думаю, что она, будет, к нему возвращаться, вот, просто так. И я рекомендую вам, а, также отказаться от этой идеи. И, сыну сказать, что, как бы, ну, вот, вот, почему ты ее звал, чего ты хотел, о чем ты думал, думал ли ты в этот момент, там, например, о ребенке, допустим. Вот. Каково ему, ну, ребенку, я имею ввиду. Ну, вот. Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что, помог вам. Если у вас остались, дополнительные вопросы, вы можете, задать мне их в личку. я буду рад помочь вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вашему сыну нужно работать с психологом, для того, чтобы у него действительно была семья. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.